С чем у нас ассоциируются заволжья? Песчаные пляжи, чистый воздух, туристические базы и всевозможные развлечения. Отдыхать тут удобно и приятно. Но насколько здесь комфортно жить и какие перспективы у Левой Бережья? Об этом подробнее. Облик заволжья из года в год меняется в лучшую сторону. Для отдыхающих важно, что появляются новые места отдыха для жителей Левой Бережья, что развивается инфраструктура, строятся новые дома, реконструируются социальные объекты. В этом году отремонтировали первый этаж местной школы, установили новые двери, провели косметический ремонт. В обновленном здании и учиться приятнее. Сюда приводят около 200 ребятишек со всех районов. Кстати, совсем недавно обновили дорожное полотно. Сделали подъезды ко всем социальным объектам в поселке Сосновка, ко всем садикам, то есть и тротуары подвели. Где-то обновили, где-то сделали новые. Мы сделали полностью тротуар по центральной улице, по поселку Сосновка, более одного километра. Капремонт этой же улицы дороги. Построили новую дорогу от улицы Сосновской к зданию школы и больницы, более 300 метров. Вплотную занялись заволжьей энергообеспечением. В некоторых поселках установили новые столбы освещения, полностью заменили провода и лампы. Полностью освещен поселок Пиромайск. Там никогда не было освещения практически. Последнее освещение было лет 20 назад. То есть и то это было, скажем так, имитация освещения. Только в этом поселке установлено 98 новых светильников. Сейчас, конечно, жители очень довольны этим. Сосновки очень много сделано по освещению. Если Пиромайск мы закрыли на 100%, то Сосновка у нас, можно сказать, что на 95%. Есть небольшие участки, которые мы тоже собираемся в следующем году закончить. Залог здоровья и хорошего самочувствия жителей – качественная питьевая вода. Ее в Левобережье достают из артезианских скважин. В этом году провели ремонт водонапорных башен. В поселке Первомайске обновили водопроводные сети. В Сосновке установили станцию до очистки воды. Станция выполняет функцию по обезжелезованию воды. То есть был уже, наверное, пик норм железа в воде. Сейчас все в нормах. В принципе, лаборатория у нас каждую неделю работает, приезжает за отбором воды. И вода соответствует нормам питьевым. Правда, в летнее время года ощущается нехватка воды, наступает дачный бомб. Многие горожане приезжают на свои участки и расход увеличивается в разы. Поэтому в будущем году планируют бурить дополнительные скважины. Места для них выделены, проекты готовы, но работы еще не начаты. Есть и еще одна важная проблема. У нас есть несколько улиц, которые пока нет централизованного водоснабжения. Ведем работы. То есть в ближайшей перспективе планируем 100% охватить все заволжье по водоснабжению. В заволжье реализуется программа переселения из ветхого жилья. Бараки один за одним сравнивают с землей. Очередность носа определяют по двум критериям – возраст и состояние жилища. Большинству из таких домов 70 лет. Но есть и такие, которым около 90. В них жило не одно поколение. В этом году разбирают 14 аварийных построек. Бараки старые, но есть такой лес, который еще не соченый. В общем, жесткий. Сносить тяжело. Бревна уже там смолистые. Очень тяжело пилится. В принципе, все в рабочем порядке происходит. Мы сносим, вот вы видите, восьмой барак. Сначала работает у нас тяжелая техника, экскаватор. Сносится все. Потом вот это все деревянный, весь мусор мы вывозим на утилизацию. Сносят и переселяют из варийного жилья в Левобережье с 2010 года. И если тогда квартиры получили две семьи, то в этом году новый дом обрели 66. В основном переселяют в Чебоксары, в микрорайон Садово и Вальгешево. Одной из счастливых обладателей новой квартиры стала и семья Тамары Кузьминой. Тамара Николаевна всю свою жизнь прожила в Заволжье. 36 лет на 36 квадратах с тремя детьми. Действительно дом старый, 30-го года постройки. Можете себе представить, дом уже за 80 лет. Он за это время обветшал, стал ветхий, дырявый, пожароопасный, печи дымили. И вообще было очень холодно, потому что зимой приходилось по два-три раза топить печки, чтобы какую-то оптимальную температуру поддерживать, особенно с детьми. И, в общем-то, воду приходилось носить и выносить. Все удобства тоже были на улице, так что жить там было далеко не комфортно. Тамара Николаевна признается, переезды ждали давно, в очереди на переселение были 81-ми. Ключи от новенькой двушки получили в апреле этого года. К своему счастью, не верили до последнего, но все сомнения развеялись с щелчком дверного замка. Зашли. Столько места здесь. Здесь вода бежит, все есть, единственное, не было газа. Дети, ой, они начали бегать туда-сюда, как атомы. Столько места, без порога, споткнуться негде. Столько было щенячьего восторга. Это, естественно, рай сейчас. Мы даже не ожидали, что в такие вот теплые условия попадем, потому что мы не привыкли к теплу. Мы привыкли стойко переносить морозы, холода, а тут тепло. Батареи можно регулировать, так что вообще здорово. Некоторые из жителей Заволжья получают квартиры в поселке. В августе этого года по улице Сосновской построили двухэтажный дом на 16 квартир. Семь из них уже обживают. Дом добротный, полностью имеет и водоснабжение, подключен к электрификации, имеет водоотведение, то есть канализацию. Во всех квартирах выполнен, скажем так, косметический ремонт, поклеены обои. Есть ванны, санузлы, то есть раковины. Везде установлены, скажем так, системы утопления, которые МКД, они на территории Заволжья есть. Они в основном как бы все запитаны от котельных. То есть к самим домам МКД, конечно же, с точки зрения отопления, газ не будет подводиться, газ будет подводиться к самим котельным, которые уже будут работать на газу. Техусловия на все котельные у нас уже имеются. Сейчас ведется строительство еще двух многоквартирных домов на 48 квартир. В перспективе хотят возвести целый жилой микрорайон с развитой инфраструктурой. Детские площадки, соцобъекты и даже парковочные места. Все предусмотрено в проекте планировки. Многодетные семьи тоже получают участки под строительство жилья. Своя земля есть уже у 16 семей. В поселке Октябрьский появятся как многоквартирные, так и индивидуальные жилые дома, магазины, аптека. Новые дома и другие объекты инфраструктуры появятся во всех поселках. Тенденция хорошая. Дороги хорошие постелили. По крайней мере, давно такого не было, чтобы дороги хорошо так менялись. Площадку для детей, кстати, построили хорошую. Тебе нравится на площадке погулять? Угу. Вот. Детям стало лучше. Садик хороший. Очень ждем новых домов в Заволжье. Вот недавно построили хороший дом. Кстати, вот мы тоже ждем, пока переедем из веткового жилья. В Заволжье стало, по сравнению с прошлыми годами, лучше. Дороги, сообщения, освещение по всем поселкам хорошее сделали. Газ надо провести обязательно, конечно. Вот самая большая проблема в газификации Заволжье. Если будет газ, конечно, будет и народу больше здесь. Сейчас жители Заволжья пользуются сжиженным газом. Его доставляют и хранят в специальных емкостях, а потом распределяют по многоквартирным домам. Стоимость голубого топлива за счет этого вырастает. Жители частных домов закупают баллоны. Но в скором будущем газ станет доступен всем. Газпро включил в инвестпрограмму на 2016 год газификацию Заволжья. Трубы планируют проложить с марийской стороны. Стоимость проекта минимум 500 миллионов рублей. Сейчас разрабатывается соответствующая документация, а строительство начнется в третьем квартале будущего года. Газификация даст серьезный толчок к развитию всех сфер жизни, позволит осуществить множество планов и привлечет дополнительные инвестиции на левобережную зону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова